Здесь ветераны Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда и те, кто были в военные годы детьми. По-простому, без пафоса, они рассказывают о своем вкладе в общую победу. Тогда они говорили «не могу», «не умею», было слово «надо». Мария Михайловна была медсестрой полевого госпиталя. Во время сражений выносила бойцов с поля боя. Мы таскали на своих, как говорится, плечах раненых, делали все возможное для того, чтобы нашу страну привести к победе. Это не только сложно, это было страшно. Мы плакали тоже, мы же люди, молодые девчонки. Нам было очень страшно, но мы себе говорили слово «надо». Студенты тоже здесь не с пустыми руками. Предлагают ветеранам опробовать на себе инновационное медицинское оборудование, разработки университета. Этой, например, еще даже нет в больницах. На ней проверят сердечный ритм и сделают электрокардиографию. Эти датчики расскажут, в каком состоянии у пациента сосуды. Новый прибор можно построить под индивидуальные особенности человека. Малейшие изменения в здоровье и те мимо не пройдут. Первая пациентка ничего во время процедуры не почувствовала, зато узнала о себе много нового. Также показано, что жестковатость, конечно, сосудов, но это, опять-таки, в зависимости от возраста, все это естественный процесс. Изменения на грани нормы. Кроме того, студенты испекли торт для победителей и пирог приготовили. Ветеранов с каждым днем победы все меньше, и оттого жадно ловит молодежь каждое их слово. Очень важно ценить и понимать значение победы, а очевидцы истории передают это лучше всего. То есть общение с участником тех действий, конечно же, эффективнее, откладывается в памяти и вообще в сознании человека, нежели он это подчерпывает из учебника. Валерия Саенко и Константин Миронов. Шестой канал.